На Экспо 2020 в Дубае осуществляет свою работу национальный павильон Узбекистана. Международной публике демонстрируются научные и экономические достижения страны за последние годы. Культурное наследие и туристический потенциал, а также план развития нового Узбекистана, инвестиционные возможности страны. В эти дни фонд развития искусства при кабинете министров Республики Узбекистан. Принимает участие в фестивале Альбурда, в рамках которого прошла панельная дискуссия на тему городская жизнь, трансформация исламского пространства. Джамши Цаата с подробностями. Узбекистан сегодня все больше и больше открывается всему миру. Нас все знают, наши культуры, истории и традициями восхищаются. И масштаб работы, проделанных в последние годы в рамках продвижения богатого культурного наследия Узбекистана, он колоссальный. И не случайно следующим адресом стал город Дубай, где организован фестиваль Альбурда. Кстати, эксперт называет Узбекистан настоящим открытием, поскольку это наше первое участие в этом масштабном мероприятии. Альбурда – уникальная платформа для представителей искусства, творческой интеллигенции, чтобы обменяться мнениями и обсудить совместную реализацию идей в сфере исламского искусства и культуры. Фестиваль также позволяет получить ответ на вопрос, как художники могут использовать новые материалы и подходы в своем творчестве. Иными словами, данное масштабное и популярное по значимости мероприятие призвано развивать исламское искусство и культуру. Напомним, Узбекистан выступил с выставкой «Как говорил Аль-Харизми», посвященной исследованиям великого узбекского ученого и математика IX века. Экспозиция позволяет узнать о фундаментальных работах ученого и об их влиянии на сегодняшнее технологическое развитие, современную культуру и западные инновации. Главным событием очередного дня фестиваля Аль-Бурда стало пленарное заседание «Городская жизнь. Трансформация исламских пространств». Подобный формат общения объединил ведущих экспертов мира, ученых и исследователей, занимающихся изучением исламской культуры. Узбекистан выступил с презентацией проекта «Махаля», который, как показали дискуссии, на сегодняшний день является не только актуальным для Узбекистана, но также интересным феноменом и для международной профессиональной аудитории. Звучало, общая структура «Махаля» тесно связана с исламскими традициями и образом жизни. И такие важные качества, как добрососедство, гуманность, свойственны именно узбекским «Махалям». Ученникам также рассказали о перспективных проектах, реализованных Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Республики Узбекистан, о масштабных работах, проводимых в рамках продвижения истории и богатого культурного наследия страны. Для нас было важно участие с проектом, который мы уже показали в Венеции, «Махаля», и рассказать, как мы продолжили наши исследования, как мы теперь в течение трех лет будем изучать «Махали» и будем конвертировать «Махалю» в более современное пространство. Наш проект, он трехлетний, то есть у нас постоянно сменяются локальные и международные эксперты, и нам важно увеличивать наше культурное сообщество в рамках этого проекта. В марте следующего года мы возвращаемся на Экспо, мы организуем панельные дискуссии по направлениям традиционной архитектуры и архитектуры модерна. Мы возвращаемся сюда с шестью панелями, и также у нас одна из панелей будет посвящена очень важной теме, которую в Узбекистане мы сейчас активно развиваем как фонд. Это инклюзивность культуры. Мы будем говорить про инклюзивность в архитектуре и каких успехов уже добился фонд в этом направлении, но и также обмениваться с нашими международными коллегами, что мы могли бы сделать еще или как мы могли бы ускорить те процессы, которые мы сейчас совершаем в Узбекистане. О важности обсужденных вопросов говорит и высокий интерес участников. Оживленные дискуссии были продолжены и после завершения сессии, но уже в свободном формате. А что вы узнали для себя об узбекских махалях в рамках сегодняшней сессии? Я узнал о том, какие меры сегодня принимаются со стороны Узбекистана для продвижения узбекской махали, для того, чтобы весь мир понимал, насколько такой образ жизни сегодня нам нужен. И считаю это очень правильно и важно выносить данную тему на международные платформы. Поверьте, уникальный институт гражданского общества как махаля может дать очень многое современной архитектуре и социальному развитию общества. Удивительно то, что людям удалось сохранить ее традиционную форму на протяжении многих лет. И политика страны нацелена на то, чтобы все это передавалось из поколения в поколение. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу значимости в сегодняшней сессии, в частности для Узбекистана. Мероприятия носят очень важный характер для каждой страны. Для Узбекистана подобные платформы нужны больше всего, так как страна имеет многовековую историю, самобытную культуру и традиции. Об этом, соответственно, должен знать весь мир. Знаете, приятно то, что сегодня об узбекских махалях пишут популярнейшие издания мира. И подобный образ жизни становится примером абсолютно для всех. И как отмечают эксперты, узбекские махали, да и в целом богатая культурная наследие Узбекистана, нужно продвигать и в дальнейшем. Джамши Цуатов, Шерзот Ульмасов для телеканала Узбекистан 24 из Объединенных Арабских Эмиратов.